Всем привет! Смотрите как получить всю необходимую информацию о вашем МАК, его технические характеристики, состояние системы, а также научимся мониторить процессы и просматривать журнал событий. Маки, как и любые другие компьютера, могут время от времени требовать внимания к своему состоянию. Мы рассмотрим несколько методов, которые помогут вам получить всю нужную информацию для оптимальной работы вашего устройства. Далее в видео мы разберемся как узнать техническую информацию вашего МАК, как следить за его производительностью и как быстро выявить проблемы в работе системы. Для начала рассмотрим как определить основные характеристики МАК. Для этого кликните по значку яблока в верхнем левом углу экрана, затем выберите из выпадающего списка пункт меню об этом МАК. В открывшемся окне вы увидите общую информацию о устройстве, такую как модель, процессор, графику, память, серийный номер и версию операционной системы. Для получения более подробной информации, включая информацию о графической карте, нажмите на кнопку подробнее. Здесь вы сможете посмотреть следующую информацию, процессор, видеокарту, память и накопитель. И для получения полной информации об сети, аппаратном и программном обеспечении откройте отчет о системе. Отчет предоставляет подробную информацию о каждом аспекте аппаратной части вашего МАК. В обзоре системы подробно описаны характеристики процессора, количество ядер, частота, кэш, объем установленной оперативной памяти, версия системной прошивки и т.д. И далее по списку вы сможете открыть подробные характеристики по каждому аппаратному обеспечению устройства, Bluetooth модули, сетевой карте, NVMe накопителю, графическому процессору и монитору, информация о звуковых устройствах и аудио системе МАК, оперативной памяти, хранилищу, подключенных USB устройствах. В разделе «Диагностики» вы найдете данные об ошибках и сбоях, которые могли произойти на вашем устройстве и т.д. Чтобы узнать IP и МАК адрес устройства, ниже в разделе «Общая информация о сети» предоставлена подробная информация. И детальнее вы сможете посмотреть по каждым из пунктов. Далее в разделе «Программного обеспечения» вы найдете информацию о программах, расширениях, посмотреть журнал исправлений файловой системы, журнал установщика и другие с данного списка. Отчет системы предоставляет обширную информацию, которую можно использовать для анализа и решения различных вопросов, а также для обновления и улучшения аппаратной части устройства. Итак, где посмотреть всю нужную информацию о характеристиках устройства мы рассмотрели, теперь посмотрим где найти дополнительные сведения о системе. Далее один из важных элементов – мониторинг системы. Мониторинг системы или Activity Monitor – это встроенный инструмент macOS, который предоставляет подробную информацию о работе системы в процессах, использовании ресурсов и других параметров. Найти его можно, открыв лаунчпад, программы, другие. Мониторинг системы. Вот некоторые из основных функций и возможностей Activity Monitor. Вкладка CPU показывает использование процессора системой и каждым отдельным процессом. Вы сможете видеть процентное использование процессора, количество активных ядер, а также информацию о процессах, потребляющих больше всего ресурсов. Вкладка память отображает использование оперативной памяти системой и каждым процессом вкладки диски показывает активность дисковой системы, включая чтение и запись данных, а также информацию о каждом активном процессе использующем диск вкладка сеть отображает активность сети включая отправку и получение данных. Вы можете видеть количество переданных и полученных данных, а также информацию о каждом активном процессе, использующем сеть. Вкладка «Энергия» показывает использование энергии системой и каждым процессом. Activity Monitor также предоставляет возможность просматривать и завершать процессы, а также сохранять отчеты о работе системы для дальнейшего анализа. Этот инструмент является мощным средством мониторинга и отладки системы Mac. Также некоторые характеристики и состояние системы можно посмотреть с помощью терминала, к примеру, с помощью команды TOP. Вы можете посмотреть информацию о загруженности системы. TOP — это командная утилита в Unix-подобных операционных системах, предоставляющая динамическое обновление загрузки системы и активности процессов. Она предоставляет обширную информацию о текущей производительности системы и процессах. Для запуска откройте терминал. Найти его можно открыв программы «Терминал». Выполните команду TOP. В результате будет выведена таблица, наподобие мониторинга системы. Здесь отображается загруженность процессора конкретной задачи. И для выхода введите Q. Еще одна полезная команда — iostat. iostat — команда для отображения статистики ввода-вывода системы, включая данные о дисковой активности. Эта команда особенно полезна для мониторинга производительности дисков. Для запуска выполните в терминале данную команду. Запустите команду без аргументов для вывода статистики по умолчанию. Обе команды TOP и iostat предоставляют ценную информацию для мониторинга производительности системы и выявления возможностей узких мест. Также существуют сторонние утилиты, которые помогут следить за состоянием системы. К примеру, это можно сделать с помощью утилиты iostat Menus. Чтобы получить более детальный мониторинг ресурсов, установите программу из AppStore. iostat Menus — это платное приложение для мониторинга системы macOS, которое предоставляет детальную информацию о состоянии вашего Mac, включая использование процессора, памяти, диска, сети и температуры. Вот некоторые из основных функций и возможностей программы. iostat Menus добавляет дополнительные пункты в меню бар вашего Mac, где вы можете видеть текущую информацию в системе и быстро получать доступ к различным функциям приложения. iostat Menus показывает процентное использование процессора, а также информацию о каждом активном процессе. Вы можете видеть, какие процессы потребляют больше всего ресурсов и могут вызывать высокую загрузку процессора. Приложение отображает использование оперативной памяти системой и каждым процессом. Использование диска iostat Menus показывает активность дисковой системы, включая чтение и запись данных. Приложение отображает активность сети, включая отправку и получение данных. Программа позволяет отслеживать температуру процессора, графического процессора и других компонентов вашего Mac. Вы также можете видеть информацию о скорости вращения вентиляторов и других датчиках. Приложение предоставляет возможность настроить уведомления о превышении определенных значений, например, высокой загрузке процессора или высокой температуре. Оно также позволяет отображать информацию в виде графиков, для более наглядного отображения изменений во времени. iostat Menus предоставляет множество настроек и опций для настройки отображаемой информации и внешнего вида. Оно является мощным инструментом для мониторинга системы Mac и может быть полезным как для обычных пользователей, так и для технических специалистов. Еще один из способов мониторинга состояния системы – просмотр журнала системы. Журналы системы Mac содержат информацию о различных событиях, ошибках, предупреждениях и других сведениях, связанных с работой вашей системы. Они могут быть полезными для диагностики проблем, отслеживания активности и понимания, что происходит на вашем Mac. На macOS для просмотра журналов системы можно использовать утилиту Консоль. Это графическое приложение, которое предоставляет доступ к различным логам системы. Для запуска утилиты откройте поиск Spotlight и введите Консоль. Запустите приложение. В левой части перейдите в раздел Отчеты журналирования. Здесь предоставлены следующие логи. Журнал системы SystemLog содержит информацию о системных событиях, таких как запуск и выключение системы, обновление программного обеспечения, ошибки ядра и другие системные сообщения. Журнал установки InstaLog содержит информацию о процессе установки программного обеспечения на вашем Mac, включая успешные и неудачные установки, ошибки и другую информацию, связанные с установкой. Журналы системы Mac могут быть полезными для анализа проблем поиска ошибок, отслеживания активности и понимания работы вашей системы. Они могут быть особенно полезными для разработчиков и технических специалистов, но также могут быть полезными для обычных пользователей при поиске решений проблем. Также для просмотра влогов можно использовать команду LogShow в терминале. Эта команда выведет в журнал событий с текущей даты. Предоставляет довольно подробный и удобный способ просмотра журналов системы на macOS. Здесь вы сможете посмотреть все сообщения об ошибках в работе системы. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, теперь вы знаете, как получить максимум информации о вашем Mac. Стандартные инструменты macOS предоставляют базовые сведения, помогут узнать характеристики устройства и мониторить различные параметры системы, от процессора и памяти до накопителей сети. Сторонние программы, такие как iStat Menus, могут расширить ваши возможности мониторинга, добавив на экран дополнительные информационные панели. С их помощью вы сможете контролировать температуру компонентов, мониторить использование ресурсов, а также получать уведомления о любых проблемах. Регулярный мониторинг системы позволяет выявить потенциальные проблемы заблаговременно и предпринимать меры для поддержания оптимальной производительности вашего Mac. Будьте в курсе состояния вашей системы, чтобы избежать неприятных сюрпризов и обеспечить ее долгое и надежное функционирование. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok